срывается и так всем доброго вечера спасибо что дождались записи не будет будет такая запись через вебинарную комнатку к сожалению вот почему потому что что-то у нас сломалась и пошло не так не знаю что муж не смог разобраться все таки и в последний момент мы это поняли вот поэтому так будем если у кого-то есть возможность поставьте через fast and capture на запись и будем с вами да марин давай ставь только поставь так чтобы без экрана без верхней нижней панели просто чтоб вебинар было и было видно переписку нашу да вот до технические неполадки то есть запись будет но будет такая без нашей с вами переписки вот в чем дело так то в принципе все хорошо вот ну что ж дорогие как вам песня я ее вчера нашла и вы знаете я поняла что на самом деле мы команды и эта песенка про нас про дорогих любимых я ее вчера так прочувствовала хорошо и я вчера и просто восхитилась и поняла что у нас с вами такой умственный спорт да да там принципе пелось про футбол но это спорт у нас с вами умственный да вот поэтому конечно что я вам хочу сказать во первых все вы молодцы а вас ждет клип на поздравление у нас с вами много уровней vip 1 а я его сейчас запускать не буду он вот 20 минут но я дам вам ссылочку обязательно дам ссылочку и вы посмотрите как мы вас поздравляем сейчас значит я вам ее вышлю вот пожалуйста запись вот очень много именно уровней vip 1 а не забывайте пройти тренинг не забывайте поставить галочки чтобы под вас компания регистрировала людей не забывайте самое главное это вот именно пройти тренинг а то некоторые новички не проходя тренинг ждут по себя регистрации компания регистрирует только под тех кто хотя бы 15 минутный о галия поздравляю поздравляю вот жену честно скажу регистрации по vip у меня прибавилось две-три регистрации в каталог у меня идет и я так понимаю это связано с тем что пошел новый старт компании фаберлик рекламы через интернет компания фаберлик нам помогает до помогает регистрациями а выделяет наших вип консультантов это здорово вот дорогие коллеги напишите еще мне пожалуйста под кого сколько компания по випу новичков зарегистрировала потому что уровень vip 1 у нас с вами в этом периоде зашкаливает очень много вип консультантов да вот давайте с вами будем делиться делиться во первых чатах рассказывать да то есть стимулировать свою команду на большие заказы 7 новичков за три периода ну вот да да 6 вот 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 я говорю что регистрации повысились раньше была там 1 2 регистрации до в каталог сейчас уже больше 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 начали регистрировать я удивляюсь мне очень часто приходят сообщения люди активные потому что реклама я так понимаю бьет в цель реклама стала вкуснее у компании фаберлик она развивается в правильном направлении и это круто это здорово а да и ну в общем очень даже и приятно да то что очень мало по випу рек ну вот я говорю у меня две три в каталог постоянно было раньше была одна через каталог могла проскользнуть для сейчас как бы регистрации повысились наши делаем всем звонить оль если человек зарегистрирован под вас по випу и вы просто посмотрели о мне зарегистрировали то навряд ли он разберется с его нужно набрать с ним нужно пообщаться с ним нужно поговорить вот да от региона зависит все правильно танюша белич пишет именно от региона вот с ним нужно поговорить ему нужно рассказать про все акции рассказать что вот запомните это сотовый телефон и звоните мне всегда удобно и для вас время да то есть и все такое прочее каждый каталог стабильно одна регистрация ну вот света очень хорошо очень хорошо да просто замечательно ай оль я разговариваю так оля перезайдем обязательно сейчас да оля перезайди так что с другого региона попалась сначала она мне я и сказала что я и помогу теперь она от меня в восторге да 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 наше с вами дело как мы с вами смотрим на компанию faberlek как мы сами ее воспринимаем вот это и есть хорошо и сегодня я бы с вами хотела поговорить именно о прошлом двух недельном периоде потому что 60 процентов команды упала упала так же как и в прошлый период да то есть в прошлый двух недельный каталог и вы знаете вот эти вот двух недель на каталоге они грубо говоря такие промежуточные о которых не стоит переживать потому что вот уже лидеры примерно с уровня 15-19 процентов а на самом деле радуются и я вам немножко с форумов привезла такую новость кто в чате telegram есть я уже ее посылала задавала вопросы и вы знаете на самом деле сила лидера в том как он воспринимает условия и возможности компании faberlek когда я выступала на форуме в беларуси да то есть мы мы ездили поздравлять своего серебряного директора подтвержденного так танюшку русакову а потом мы ездили поздравлять катю селиверстову ездили поздравлять катюшу тур и ездили поздравлять олю тарасевич да то есть ну и всех остальных конечно же вот в чем был самый самый прикол когда меня спросили почему вот так быстро растете когда меня объявили что мы по идее идем как номер один по росту в компании и выше названием а в открытом звании выше нас нету да вот то что мы уже первые за столь короткий срок и единственное которое перебрались в красный сектор олечка слайды есть нет слайдов нет есть видео примите наше поздравление да то есть слайдов не будет сегодня будет демонстрация экрана я вам буду показывать результаты зарплату будем все это сегодня с вами анализировать и в конце разыграемся то есть вебинар сегодня я считаю что нибудь да и вот вы знаете я начала рассказывать простые вещи каких вещах я рассказываю своей команде да кто то был на этом тренинге хорошо запись не сохранилась да то есть я рассказываю все то что есть на сайте фаберлик просто это собираю во вкусную кучку да то есть при созвоне я об этом рассказываю да вот обычная да то есть 19 зарплат в году я рассказываю что компания надежная она уже не развалится так как на 20 лет на рынке да то есть ней сотрудничество хорошо что у нас идет официальный договор с момента открытия перевода денег на расчетный счет в банке да то есть что у нас 19 зарплат в году я это все рассказываю не понимает что каждые две-три недели они будут получать деньги я рассказываю о том какая компания у нас классная и какие идут награды да то есть я рассказываю все это подряд я могу вам выслать в принципе список того что вы потом можете перечитать то что я рассказываю до людям и это все открыто на сайте просто это этого нам не хватало собрать единую кучку и когда я это рассказала вышла на сцену на форум фаберлик вы не представляете народ стоя аплодировал я я просто поняла сколько мы с вами упускаем думая что нам тяжело а на самом деле нужно выучить и говорить одно и тоже меня выбивает опять да у меня по моему ничего не висит все хорошо все хорошо да спасибо да и вот вы знаете самое классное что у меня потом просили этот текст и им перекинуть я им перекидывал они меня находили в айбере в ватсапе в телеграме опять лезли со своими перерегистрациями и как бы очень много было отказа была целая буря после этого выступления и вот на самом деле потом мы ездили на форум в казань да там мы тоже пять раз поднялись на сцену мы были номер один везде по всему по всему региону по росту группового объема по росту активированных новичков и так далее и так далее и так далее и я вот если честно люди которые после форума ко мне подходили я устала отвечать им на один и тот же вопрос что это работа дружной команды что этот результат не только мой но и моих лидеров что нужно внимательно относиться каждому своему лидеру всегда отвечать на все вопросы постоянно говорить теребите меня теребите меня и все будет хорошо да да анют я вышлю вышлю так не знаю даже куда давайте в группу в нашу в одноклассники там точно я думаю все уже есть вот группа по бизнесу которая вы знаете просто все привилегии компании перечисляю абсолютно все и до телеграм еще могу выслать внов чат я сомневаюсь что она поместится просто понимаете я реально сомневаюсь золи не пустой и я говорю и в презентации сегодня нет да я в платье честно скажу не очень она мне понравилась в этот раз не буду юлить почему она мне не понравилась потому что она мне как-то вот не в обтяжку да у меня фигура песочные часы у меня большая грудь большая попа и талия да и вот это платье как раз висит в талии и из этого но мне не понравилось просто не мой фасон качество нормальное вот кто-то где-то говорит что тут нет такой молочки еще чего-то нету да но вот вы знаете мне это каймов очка она в принципе не нужно да вот если вот так вот показать вам близко-близко видите как будто не подшита но но смотрится хорошо и аккуратно меня к этому нет нареканий единственное что ну вот я даже тоже думаю что может быть поясок но девчонки я без туфлей и без капронов ускал вот так я показать покажу но не знаю понравится ли вам да давайте вот я сейчас вот так вот стану битья как бы она ну вот как раз вот это вот место где должна быть талия да вот как убить и моя фигура у меня талии нет да как будто вот и из того что не то ли она болтается висит мне но не понравилось и длина слишком длинная вот видите длина еще ладно вот то что вот тут вот все висит и вот тут немножко вот это место маловато за счет того что я взяла со и и это 46 размер может быть да нужен ремешок я попробую черненький ремешочек какой-нибудь вот да спасибо огромная любочка вот если честно как бы ну мне бы хотелось что-то приталины иначе я такая прямая как бампер становлюсь да хорошо тем кого маленький животик есть у меня он тоже есть и он не маленький но как-то вот не знаю все равно талию хочется да вот да да поясок нужен потому что я такая вот фигура просто тип фигуры такой что не все подходит вот не заметила есть вот ну и давайте же с вами продолжим о чем была суть о чем была речь да то есть во первых мы с вами поговорили о речи да о том что нужно уметь доносить привилегии компании чтобы у вас не было проблем во вторых мы с вами поговорили о том что двухнедельный каталог это промежуточный каталог и 60 процентов лидеров падают но они все-таки получают дополнительную зарплату пусть на 5 тысяч там меньше но они ее получают и вот допустим директора которые зарабатывают там 30 40 50 тысяч да я сейчас беру и серебряных и старших директоров им не лишнее да там ну давайте возьмем в среднем 40 тысяч да получается 40 тысяч так как два дополнительных каталога это 80 тысяч в год и когда мы стали разговаривать с лидерами именно с быстро растущими лидерами которые вместе со мной выходили собирали все эти награды кто смотрел форум записи вы можете видеть что мы нас всех вот поднимали одних и тех же людей по росту группового объема по количеству новых консультантов структуре по количеству активированных и ну так далее да вот такие вот понравилось да ну как то вот не знаю ссылку давайте вышлю ссылочку вот и прикол был в чем а я говорю а как вы смотрите на двухнедельной каталоге и там были не только наших была структура а там еще была структура других лидеров до которые вообще к нам не относятся была был быстро растущей а ссылку девочки не скачивайте это на свой канал иначе вас заблокируют эта ссылка певи певицы они не любят когда это у них берется поэтому нет только слушайте вот и ни в коем случае не скачивайте на свой youtube а то вы летите в блоге придется новые открывать вот в группу вступайте все вступайте я туда выложу текст потому что там можно писать длинные тексты потому что тут уже я вам не вышлю вот так ну и давайте поговорим с вами дальше первое второе мы с вами обсудили на втором и с вами остановимся подольше и третье это когда я сказала лидерам говорю как вы смотрите на двухнедельный каталог они сказали очень хорошо мы сидели за столом с девчонками которые 3 6 12 процентов и вы знаете вот эти вот новый приток людей да там были люди которые пришли из другой компании если ну я просто с youtube а вам включила его там есть люди которые с другой компании до текст на стене света с другой компанией и вот они сказали мы пришли именно на 19 зарплат я говорю а вы не боитесь что там недели не хватает или еще что-то на как но это нормально что двухнедельный каталог можно не вырасти да или вырасти но мало да у нас с вами есть звезды которые вырастают за двухнедельный каталог отпишитесь если у вас если у нас на вебинаре тот кто хотя бы на один балл прирост по итогам каталога давайте будем поздравлять потому что это очень круто я честно скажу отследить не успела аула приросла молодец супер аллочку поздравляем это прям тебе низкий поклон до оля дерябина на 140 баллов приросла до оксана штор приросла до галия ракетянская приросла до у богатур молодцы молодцы галина черкасов кстати галина черкасов быстрый старт да галиночка пришла премии не пришла тебе расскажи нам пожалуйста светлана светлана валянская поба 9 баллов прироста да вот галина фомкина тоже директор так светлана валянская подросла на 9 то есть у нас открылись новые уровни у нас есть новый балловый прирост и вы сейчас видите что лидеры растут а вот чем отличается двухнедельный каталог а трехнедельного до плюс три тысячи баллов или серьезно или я тебя неправильно поняла а молодцы пришла 2009 рублей наверно галина наверно что-то ты не то тебе по быстрому старту должен был бонус упасть вот ну ладно сейчас галина напишет вот может просто опечаталась да то есть но как вы видите у нас с вами прирост идет просто хороший много много людей прирастает много людей выходит на новые уровни и трехнедельный двухнедельного каталога отличается только тем что у вас не хватает одной а это объемная скидка понятно только тем что у вас не хватает одной недели да то есть в начале недели в трехнедельный период мы с вами сначала рассылаем письма поздравления 3 6 9 12 процентов да и так далее середине недели мы с вами активно рекрутируем и в конце недели в конце уже каталога на третье на третьей неделе да мы с вами уже отрабатываем структуру так вот двухнедельный каталог вот этой серединке нет но я вам честно скажу к нам на проект пришло 2000 человек 2019 по моему да если честно не на проект а именно структуру кононовых то есть в прошлом каталоге а к нам пришло 3 чем-то тысячи в этом периоде к нам пришло 2000 то есть всего на тысячу меньше и вы должны сейчас понимать что мы с вами как росли так и растем да объемный а мне пришло тысячи плюс за новичков да да лилия за новичков нет кстати тоже падает тоже приходит вот я так удивляюсь так умиляюсь этим суммам реально приятно вроде мы уже в таком статусе да а компания faberlic нам и подарки дарит и возит везде изданы в общем ну как бы справедливая такая компания да вот здорово ну чтобы она конечно вместо драгоценного состава до своей компании лучше бы она рассказала ну прибавила бы до премии своим людям которые еще не вышли допустим на директоров я думаю что все бы директора были довольны этим да вот как вы думаете дорогие директора были ли вы этим довольны я бы вот лучше отдала до отдала или бы вы знаете перевела бы эти деньги но приходится тратить их уже никак не отдать вот и конечно же двухнедельный каталог он промежуточный у нас с вами есть рост новое звание и все как отлично а как считаете вы расскажите мне пожалуйста как считаете вы нравится ли вам двухнедельные периоды потому что когда я спросила вот у команды на форуме в казани не у нас и не сказали не дай бог их уберут я была в таком шоке вы знаете наш проект говорит ой хоть бы их убрали а другие говорят ложечки не дай бог их уберут у нас убавится зарплата в год да мы уже привыкли каждые две недели деньги получать да мы уже хотим и я вижу что молодые директора которые только вот вышли да там последние три-четыре периода в директорский состав проекта я вижу как они пишут что моя зарплата всего за две недели там 20 30 тысяч вот и а не легкие деньги только расслабить новичков да и я была в таком шоке что мы с вами такое чувство что большинство людей неправильно мыслит а те директора которые пришли к нам недавно на проект которые новички которые пришли к нам а уже тогда когда появились эти двухнедельные каталоги они считают это плюсом понимаете они считают это плюсом да было 17 каталогов стало 19 это а танюшка это две зарплаты это две зарплаты получается у нас да вот и давайте с вами все таки включим сейчас демонстрацию экрана и то что я вам хочу показать я думаю вас очень сильно удивит залезем мы с вами в кабинет шишкина екатерины моей дочки директора скажите нет для рифрутинга аллочка совсем не тяжело почему потому что все равно в день если вы идете по одной регистрации без разницы да у вас то есть каталог идет дни идут да то есть у вас должно быть триста шестьдесят пять регистраций в год да ну вот так вот грубо говоря да и честно сказать я сейчас вот съехала да вот мы ехали семь часов на легковой машине и самый был прикол в том что я ехала и думала а вдруг правда уберут как же директора за ревод что у них уберутся дополнительную выплату до мать и это да это да это так да все правильно да то есть вы считаете тоже вот да как и та структура с которой я общалась вы тоже считаете что двухнедельные каталоги у нас не лишние да только честно только честно и поставьте мне плюсики-минусики видно ли демонстрации экрана у вас должен быть такой туннель сейчас из вебинарной комнаты не лишние да видно видно отлично ну что ж пойдемте в личный кабинет директора структуры и с вами будем смотреть отчеты с вами будем смотреть отчеты это лицевой счет консультанта и смотрим нажимаем посмотреть на и смотрим ну как бы тут идет подтверждение подряд раз два три четыре пять каталогов подряд уже подтвердилось вот что тут получается смотрите сначала компания 11 да тут девятнадцать процентов компания двенадцать три пятьсот потом двухнедельный каталог бабах вниз потом 14 каталог тоже немножко вниз да а вот 14 каталог был двухнедельный прошу прощения да а тут мы проездили плохо отработали структуру честно признаюсь компании 13 вот далее значит компания 15 уже был взрыв по росту да как вы видите и тут опять компания номер 16 мы вернулись туда где были в двенадцатом периоде да то есть вот двухнедельные каталоги вот так вот они проходят сейчас давайте смотреть зарплату уэс за лг да то есть смотрите зарплата разные да тут 47 тут 25 47 тысяч почему потому что катерина получила как даже сказать денежку за свой личный товарооборот у него был личный товарооборот 1145 баллов а да то есть умножаем на 60 и умножаем на ноль 23 да то есть вот это 15 тысяч это пришло за то что мы купили аппарат дэнас да то есть вот говорят ой аппарат дэнас 26 процентная скидка это 80000 так вот 80000 минус еще 15000 да вот давайте я вам покажу сейчас ой не получается да а он там на проводке как-то бы его отсоединить но я боюсь отсоединять если честно такой вот он большой здоровенный я надеюсь видно поставьте плюсики минусики потому что я не вижу что вы пишете вот да этот аппарат 1000 баллов а вот и мы списали в принципе это все объемная скидочка что получается да то есть если сорок семь минус пятнадцать минутку да так сорок семь тысяч минус пятнадцать да то и получается что лидер получил 32 тысячи тут он получил 25 тысяч да то есть получается то что если в компании фаберлик прибавилось два каталога и вместо 17 стало 19 то лидер получает на пятьдесят тысяч больше в год да то есть то грубо говоря целая премия целая премия директора до 25 тысяч восемьсот сорок девять шестьдесят восемь и на самом деле вот эти вот пятьдесят тысяч многие боятся потерять если вдруг отменят двухнедельные периоды у кого ничего нет f5 перезайдите поняли фишечку поняли о чем я вам рассказываю как пустой экран да 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 а делаем мы с вами одни и те же действия идем мы с вами упрямо по одной регистрации в день у меня там это крышка аппарата дэнас если вы видите да сейчас я вам покажу он такой здоровый там всякие штучки пришли и вот на самом деле вот это своим новичкам нужно доносить как вы воспринимаете оказывается двухнедельной каталоге так вы и будете расти я двухнедельной каталоге сразу говорю а моя зарплата умноженная на 2 я практически лишний миллион год зарабатываю и мне она нравится да вот а кто-то из директоров говорит ох двухнедельный каталог у меня никто не растет у меня никто не да то есть у меня никто не все расстраиваются да то есть сам директор расстраивается его структура расстраивается а кто говорит что демонстрация экрана, если что, выключена, кто говорит, что, ох, как здорово, две выплаты, две зарплаты и так далее, и так далее, он растет, как вы понимаете, да, вот видели, он растет, и все великолепно. Что такое планшет? Я не поняла, Татьяна. А, ты с планшета на вебинар вышла? Может быть, флеш-плеер не установлен. Девочки, перезаходите, по-моему, Puffin браузер хороший, но сейчас, пока вы его установите, уже планерочка закончится. Да, какой настрой, такой и результат. И вот как раз эта песня, которую я сейчас вам включила, она говорит о том, что ваша команда без вас не справится, так как каждый лидер своей команды должен доносить информацию правильно и правдоподобно, самое главное, и в плюс, да, то есть не то, что, ох, двухнедельные периоды, но на самом деле, вот, если честно, мне нравится, мне нравится, что люди начали понимать, люди начали менять свое мышление, и новенькие новички, которые приходят, они говорят, очень многие, что мы пришли на 19 зарплату в год. Народ идет на это, понимаете? К вам идут, если вы выставляете статус, что у вас 19 зарплат в году. К вам идут, когда вы это рассказываете при рекрутинге. Идут, да, ну вот, к Тае идут. И на самом деле это, я так понимаю, нам с вами, всем старичкам, да, грубо говоря, почему я называю так нас, потому что мы уже пережили это изменение, оно, еще помним, когда было 17 периодов, да, нам с вами просто нужно перестроиться и понять, что людям это нравится. И я не постесняюсь сказать, что большинству людям это нравится. Вот. И это очень важно сейчас понимать, что тот, кто может перестроиться под какие-то новые условия, под что-то такое, да, вот как меняется мода, да, к примеру, сегодня вы ходите в ботинках на здоровенной платформе, а завтра будет в моде тонкий каблук и острый нос. И когда вы выходите, да, в обуви, да, на толстой подошве и толстом каблуке, все говорят, фу, да, то есть за модой не следит, что это она вышла, да, на таких копытах, хотя это там 5 лет назад было супермодно, и все на этих копытах, да, в кавычках ходили. То же самое и компания Фаберлек. Это новое дуновение, да, то есть вы видите, что компания, вот когда я пришла на проект, компания не сотрудничала с известными дизайнерами, в компании не было мужской одежды, женской одежды, не было обуви, не было продукции для беременных, новорожденных, да, то есть компания не была таким здоровенным гипермаркетом, да, в компании были БАДы, очень узкий ассортимент детской косметики, ой, извините, детской одежды, очень узкий ассортимент, 90 по 128 размеров практически никогда не было на складе, да, вот. Еще как, только вначале не верят, да, конечно, не верится, потому что даже на государственных заводах и то 13 зарплат в году всего лишь, да, у нас доплачивают, вот, и сегодня я хочу вас попросить о том, чтобы вы попытались поменять свое мышление и нести позитив в команду, потому что я поняла, что если мы будем настраивать руководство компании Фаберлик на отмену двухнедельных периодов, очень многие пожалеют о том, что эти двухнедельные каталоги отменили. Я была удивлена, но, вы знаете, после поездки я очень поменяла, очень много, как-то сказать, думала, анализировала людей других структур, причем это лидеры, я анализировала только тех, кто растет, только тех, кто растет. А с теми, кто там по 10 лет на агентском пункте в директорах на одном уровне сидит, я не общалась, да, то есть я общалась именно с теми девчонками, которые вместе со мной выходили и награждались за лучший рост на сцене. 13-й зарплаты давно нет, у нас еще есть государственные заводы и есть 13-я зарплата. Муж работал на таком заводе до того, как уволиться и перейти окончательно в сетевой маркетинг. Это было, да. Вот, до сих пор вспоминаем. Ну, Танюш, не знаю, в чем дело, если честно, но вроде бы все хорошо. Может, все-таки во флешплеере дело, потому что через специальный браузер надо на телефоне заходить. Ну что ж, дорогие коллеги, скажите, какие у вас есть вопросы ко мне сейчас, на данный момент? Какую бы тему вы хотели бы разобрать? Потому что мне хочется сегодня с вами пообщаться, мне хочется, чтобы вы рассказали, что вас волнует, что вас интересует. Жизнь стремительная идет. Да, да, только тот, кто может подстроиться под перемены, всегда будет на высоте, всегда будет идти вперед и всегда будет расти. Вопросов у вас ко мне, мои дорогие, нет. Я знаю, что, дорогие директора, наконец-то объединились и захотели послушать, как же все-таки Аня Кононова за менее чем за три года работы открыла 21 директорскую веточку и стала номер один в компании Фаберлик по росту. И я очень-очень, Таечка, рада, что вы меня все-таки захотели послушать и захотели. Когда будет новый поток активного роста? Ну, как только директора исчерпают свои вебинары и мы поймем, что нужно уже новый поток. Аня, про ГОНК говорили. А что такое, что должны сказать, куда? Да, про ГОНК говорили, они сказали, что смысла нет это все дело отменять. Что такое ГОНК? Ты регистрируешь человека под себя в первую линию одного и под этого одного за полгода выстраиваешь веточку на, получается, 6% на 500 баллов. Это до такой степени мизерное условие, что компания Фаберлик сказала, что они не будут это рассматривать. Да, они не будут это рассматривать. Говорили, рассказывали. Говорят просто, что легче и проще условий нет. Да, то есть, но смотрите, также ни в одной компании нет бонуса стабильности, за который мы регистрируем 44 дополнительные тысячи рублей в год с уровня рубина. И 11 тысяч в год мы получаем дополнительно с уровней подтвержденного директора бонус стабильности. Все вы, я думаю, про него знаете. И вот эти вот 11 тысяч в год, я думаю, компенсируют страшилки про ГОНК. И они компенсируют легко. Да. Смотрите, я недавно рассказывала про ГОНК своему лидеру. Вот, и уже довольно-таки высокого ранга она засомневалась, что это за ГОНК. Ей кто-то, какой-то представитель из другой сетевой компании сказала, что ГОНК это чуть ли там не наим какое-то еще что-то. Ну, мы, конечно, долго смеялись, потому что групповой объем новых консультантов у вас должен быть все равно. Почему? Потому что, когда вы вырастаете, да, вот смотрите, у вас одна веточка, одна ножка, да, вы, к примеру, вы на 23% и у вас одна ножка, да, ножка наставника. Если уже так лидеры боятся переработать, да, то вот эта одна ножка наставника принесет вам зарплату, если взять пример в русских рублях, она принесет вам зарплату в 690 рублей. Если у вас 2 ножки по 15%, давайте посчитаем, сколько у вас будет зарплата, да? Если у вас 3 ножки, к примеру, на уровне директора по 12%, а если у вас 5 ножек по 9%, да, зарплаты абсолютно разные. А если у вас 40 человек в первой линии, которые, ну, делают 50 баллов, у вас зарплата вообще на уровне директора будет 41 400 рублей. Так ведь? Если под вами, давайте возьмем пример, что вы на уровне старшего директора, у вас товарооборот 6000 баллов, я думаю, вы понимаете, о чем мы сейчас говорим, я могу нарисовать вам, если хотите, да, и под вами не так, не 60 человек по 50 баллов, а 120 человек, которые по 50 баллов, да, А ваша зарплата уже 83 тысячи рублей, да, грубо говоря, получается. И это все на уровне старшего директора, вы получаете со всех по 23%, да, и мы сейчас с вами должны понимать, что ГОНК увеличивает ваши выплаты. Пока вы его выполняете, выплаты ваши растут. Они будут у вас все время расти. Вы будете все время больше и больше получать. Поняли, что такое ГОНК? Это возможность все больше и больше зарабатывать, все больше и больше получать денег, потому что, когда вы выполняете ГОНК, эта веточка, она потом становится директорской, и вы начинаете открывать серебряный, золотой статус и так далее, и так далее. И это все легко и просто. Нужно не о ГОНК думать, а о росте своих лидеров. Так, Аня, как ты мотивировала людей? Глубину тоже выгодно строить. Я вам просто сейчас рассказываю, какие выплаты, от чего они зависят. Условия при регистрации. Аня, как ты мотивировала лидеров на работу в самом начале? Может быть, акции какие-то или подарки? Акции, подарки всегда. Все вы знаете, что ко мне в начале пути я регистрировала много, отрабатывала людей мало. Это ошибка каждого лидера. Признаюсь честно, ко мне пришло 40 с чем-то человек, я уже не помню. И только трое сделали заказ. И все. Я поняла, что что-то тут не так, что-то тут не то. И я, как самоучка, пошла исследовать, что случилось, что не так. Я начала пробовать. Я брала видеообзоры известных блогеров, раскидывала их по сообществу Фаберлик. Потом мы поняли, что нет вебинаров. Татьяна Сафронова начала вести вебинары по продукции. Да, то есть потом мы поняли, что народ не видит вот этого объема людей, которые на самом деле есть у нас на проекте, да, на 60 тысяч. Я начала всем на итоговых планерках рассказывать, сколько нас, сколько новых званий, сколько людей в каких званиях. И народ начал приходить, активироваться, начал расти, начал верить во что-то. Да, то есть потом, значит, о подарках я рассказывала всегда. Тут, конечно, внимание, это новая фишка, никто про нее не знает еще. Да, то есть я всегда в начале пути рассказываю о бизнесе. А потом уже говорю, компания вам простилает огромные возможности для вашего роста, обеспечивая ваших новичков полгода, чтобы ваши новички могли полгода получать подарки, да. И своих лидеров я учу также доносить эту информацию. И вам эти подарки тоже положены. Вы можете их забрать. Понимаете? Поняли фишку? Кому не ответила на вопросы, он уехал вверх. Прошу продублировать вопросы, чтобы точно не пропустить. Зина, поняла? Вот. То есть лидер должен знать, что он идет в качественный проект, где проект им простилает дорогу. И что компания Фаберлик их лидерам тоже простилает дорогу. Вот это очень важно. Вот это очень важно, преподносить информацию так. И потом, когда вы уже это все рассказали, лидер это все понял. То есть у меня четкий подход к бизнесу, и вы видите, что он работает. Вы видите, что этот бизнес нормально, хорошо работает. И он хорошо идет, и веточки хорошо запускаются. Фишка номер два. Я начинаю рассказывать всегда привилегии. То есть вы сейчас делаете заказ. Для чего? Во-первых, для того, чтобы я под вас могла людей регистрировать. После первой фишки начинается вторая. Чтобы я могла людей регистрировать. И после того, как я под вас начну регистрировать людей, вы должны им говорить, что компания делает все. Вот это дублицирование в глубину. Очень важно научить своих лидеров, чтобы они об этом рассказывали. Я об этом всегда рассказываю на планерках. И обязательно рассказываю сейчас и вам, как на планерке. Следующее, о чем мы с вами поговорим, о том, что я начинаю с большего. Чтобы люди минимально на 90% выполняли меньшее. Кто-то говорит, что у меня 20 регистраций и один активированный. Дорогие коллеги, у меня в каталог около 25-30 регистраций. 25-30 ежекаталожно, стабильно. И процент активности лично моих регистраций, я специально его соотношала, специально его анализировала, чтобы вам рассказать потом, как я делаю. В чем прикол? Сейчас вы, наверное, будете в шоке. Потому что процент активности моих личных регистраций – это 90%. 90%. Я вам хочу сказать, что это крутой показатель, так как люди меня не видят. Я работаю через интернет. Почему такой высокий процент активности? Потому что каждому, как попугай, я повторяю, что после первой фишки оно будет работать. Если первую фишку вы не применили, вторая работать не будет. Понимаете? Вторая не будет работать после первой. Зина поняла, в частности, тебя касается. Это и сейчас, потому что ты завела эту тему на нашей планерке. В чем суть? Вы, грубо говоря, рассказываете, что вашим новичкам вот такие условия. Вы тоже можете этими условиями воспользоваться. И давайте поговорим с вами об условиях, которые вам положены. А вы сами выберите то, что вам удобнее и лучше по бюджету и по возможностям. То есть вы не заставляете человека делать никогда заказ. Но говорите, что вы делаете... Оль, давай сначала расскажу все. И говорите, что вы будете делать заказ на такую сумму, какая вам хочется. Заказ необходим, но вам решать на какую сумму. Когда у человека в голове возникает, что он имеет право выбрать, он чувствует себя личностью, он чувствует себя, что его уважают. И на самом деле компания Фаберлик дает нам возможность показать нашим лидерам, как мы их уважаем. Итак, внимание, фишка. Я начинаю всегда с условий ВИПа. Я говорю, да, в компании Фаберлик есть какие-то привилегии. Что положено за 100 баллов? Я быстренько, не нудно, в течение прямо полутора-двух минут перечисляю привилегии ВИПа. И самое главное привилегие, что компания под вас будет одну-две регистрации в каталог проводить. Им нужно будет звонить, отрабатывать. Они будут к вам первую линию, да. То есть потом я говорю, 50 баллов – это получение объемной скидки, это скидка 26%, это 50 бонусов по программе Фаберлик Клуб. Кстати, в магазине такого нет, да. То есть я это всегда делаю, такие акценты, всегда делаю под итоги, которые очень важны, да. То есть лидер, может быть, он это скушает, но нет под итога, да. То есть, допустим, я рассказала про привилегии ВИПа и говорю, представляете, 20 подарков вы можете получить. Плюс под вас еще компания человека какого-нибудь зарегистрирует. Вы представляете? И люди, ого, и они начинают ценить информацию, которую вы преподносите. Второй уровень, он попроще. Там уже компания под вас людей регистрировать не будет. То есть мы уже делаем так, что лидер теряет в уме, да, но анализирует. Надо ему это, не надо, да. То есть одна-две – это немного. У кого-то по одной в каталог, да, то есть, вот. Я звоню, я звоню, Венера, Зенера, я звоню или пишу через аудиосообщение. Так, все, боюсь сбиться. Все, не отвечаю пока на ваши вопросы, отвечу потом. Далее. Я рассказываю про 50 баллов, 26% скидка, сколько-то там подарков, да. И что еще-то я там говорю. А, ну, конечно же, обязательно на каждом уровне свой рекрутинговый сайт. Рассказываю, да, что это от проекта. Вот. И обязательно говорю, что проект вам и вашим будущим новичкам простилает дорогу, да. Простирает дорогу для бизнеса. Наше дело взять и применить это на практике. Да, третий уровень, я рассказываю, что вы можете получить акцию новичка, да. То есть, в 100 баллах акцию новичка, я тоже говорю, в 50 баллах акцию новичка, я тоже говорю. То есть, я убавляю привилегии, да. Я говорю, все то же самое, что за 50 баллов, только у вас не будет объемной скидки. Подумайте, нужна она вам или нет, выйдете ли вы на 3%, потому что это новичок, у которого ноль по структуре, не забывайте, да. Вот. И говорю, что вы получаете такой-то подарок на выбор, не на выбор, там, да, всякие подарки у нас бывают разные, первый шаг всегда разный. И плюс, вот, бонусов будет поменьше, но вы вот, допустим, сделали на 10 бонусов, вы уже можете взять 2 маски для лица в подарок на следующий период, да. То есть, я начинаю рассказывать. И есть активационный заказ, где просто скидка 20%. То есть, вы в плюсе в любом случае, но вы сами выберите. И я говорю, конечно, активационный заказ всех проще, но если вы добавите там 200-300 рублей, да, то есть, это небольшая разница, то говорите с человеком на его валюте обязательно, на его валюте обязательно говорите. Открывайте акцию новичка и не забывайте, что если вы с Россией зарегистрировали новичка с Таджикистана, с ним нужно разговаривать, чтобы он знал все в САМОНах. Да, далее, ой, САМОН или там Таджикистанский, ой, забыла, вот, вот, но я потом вспомню. Я очень часто в кабинете как раз смотрю, как валюта называется, путаю страны, потому что стран много. Вот, то есть, и человек очень часто выбирает 50 баллов и акцию новичка. То есть, он не выбирает самое меньшее, и он не выбирает ВИПа. ВИПов у меня, я вам честно скажу, в первый каталог регистрации из 20 человек может быть не одного, но активность 90%. Все поняли фишку? Скажите, информация полезная была для вас? Как вы преподносите, как вкусно, как правильно вы преподносите привилегии о сделанном заказе, тем лучше у вас пойдет именно структура по баллам. Когда вы регистрируете новичка в глубину, и новичок у вас начинает 1,50 баллов, 2,50 баллов, 3,50 баллов, сколько человек надо по 50 баллов, чтобы выйти на уровень хотя бы 15%? Ответьте мне, пожалуйста, сколько? Аппетитно! Всего лишь 30 человек по 50 баллов, и вы уже зарабатываете минимально 10 тысяч рублей при правильном построении ежекаталожно 19 раз в год. Что такое 19 раз в год? 10 тысяч мы умножаем на 19 каталогов и делим на 12 месяцев. В месяц у вас зарплата 15800 рублей. Нормально для начала? Да, 60 на 23. А сколько надо вип-консультантов на директора? 30 вип-консультантов в вашей структуре, и вы директор. Понимаете? И сейчас я вам что хочу сказать. Если вы научитесь правильно преподносить все фишки, 10 раз пересмотрите, законспектируйте себе то, что я вам рассказывала, и вы увидите, как ваша структура начнет расти. Даже в двухнедельной каталоге. И я уверена, что у каждого лидера, который в двухнедельный каталог умудряется вырасти, у него есть свои фишки. Он не только рассылает общепроектные письма, которые хорошо помогают. Он не только пользуется общепроектными обзвонами, которые оплачивают вам ваши дорогие директора. Да, то есть вот он не только все это делает, он еще и что-то применяет свое, что у него работает. Я вам сейчас рассказала, что работает у меня. Юля, когда ты и так рассказываешь преимущества, и он говорит, хватит нас разводить, ты говоришь, я за такой-то срок зарабатываю какие-то деньги, мои наставники за такой-то срок зарабатывают какие-то деньги. Приводишь пример или себя, или своих наставников. Меня, например, не приводи. Приводи любого другого директора проекта, потому что вот если ты меня приведешь пример, точно скажут, что это лохотрон, потому что слишком большая зарплата, слишком высокий уровень. Вот, я сейчас рассказываю про своих девочек. У меня девочки вот такой-то срок. Я сейчас лидера, кандидата на регистрацию веду в кабинет своей дочери. Понимаете, не в свой. Я в свой кабинет, я не показываю. Вот. Поэтому, если лидер вам не доверяет, я или мне не доверяют, у меня тоже есть такие случаи, вот. Я обычно говорю так, это ваше право вам не доверять. Но скажите, пожалуйста, я думаю, как я говорю, вам нужно дать время, чтобы вы подумали. Я все это прекрасно понимаю. У нас не найм, у нас бизнес. Все начинается с нуля. И, конечно же, я понимаю, что вам тяжело это осознать. Давайте мы с вами сейчас разойдемся. Вы подумайте. И, если что, я буду рада научить вас зарабатывать через интернет. Вот. Кто-то, кто не хочет созваниваться. Очень хороший вопрос. Очень хорошее, да, замечание. Я им высылаю видеосообщение. Видеосообщение в любой соцсети они есть. В любой соцсети они есть. Абсолютно в любой. И также я им высылаю аудиосообщение. Они тоже есть в любой соцсети. Причем аудиосообщение я всегда записываю заново. Они у меня никогда не бывают одинаковыми. Можете просто себя записать и его пересылать. Да. Если вам неохота. Пожалуйста. Это новые фишки. Так еще никто не рекрутирует. Почему у меня рост? Почему? Потому что я подстраиваюсь под дуновение нового ветра. Понимаете? Новые фишки всегда должны присутствовать у вас и у вашей команде. Новая фишка – это аудио и видеосообщение, когда вы разговариваете вживую с людьми. Но это новая фишка. Понимаете? Это очень важно сейчас вам понять. И никаких сомнений у вас не должно быть в голове. Вы просто идете вперед и вы дублицируете своих директоров, у которых есть результат, у которых есть регистрации и есть рост от этих регистраций. Понимаете? Дублицируйте тех, кто растет. И никогда не платите ни за какое обучение, потому что мы практики. Мы не так красиво говорим, но мы практики. И мы вас научим тому, с чего вы начнете расти. Тому, с чего у вас появится рост. Почему мы вас этому научим? Потому что ваш рост – это наш рост. Понимаете? И мы будем отблагодарены в виде нового звания, новой премии. Мы заинтересованы в вашем росте напрямую. Говорю очень часто, я чаще говорю об этом до регистрации. Вероника. Говорю. А какая разница, зарегистрировался человек или нет, чтобы с ним об этом поговорить? Я могу до регистрации, или вот лидер мне выслал данные, я говорю. Вам удобно сейчас со мной разговаривать? Давайте с вами все обсудим. Кать, я не знаю, как, но найдите меня в ВКонтакте, лучше в Одноклассниках, я вам найду сообщения, пару сообщений. Ну, они обычные человеческие сообщения. Есть и сонным голосом, есть с бодрым голосом. Вот какое у меня настроение, я так и записываю. Я ж правду говорю. Зачем мне притворяться, зачем мне выдумывать что-то, зачем мне создавать какое-то искусственное веселье. Я всегда натуральная. Вот и перед вами я сижу. Вот какое у меня сегодня настроение, вот с таким я к вам и пришла. Лучше говорить, чем писать. Но можно и писать. Да, вот смотрите, ко мне добавилась девчонка недавно дружить ВКонтакте. Она какую-то свою группу продвигала, а я ей пишу аудиосообщение. «Марина рада с вами познакомиться. Скажите, пожалуйста, по какому вопросу вы предлагаете мне дружить? Давайте с вами обсудим». И она, знаете, она написала «О, как!» Да, то есть она написала «О, как!» То есть она удивилась, говорит, очень интересный подход, очень оригинальный подход. Вот почему вы растете. И начала, 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 и она сама поняла, что она делала не так. Она вот просто, я ей отправила это аудиосообщение, и она уже схватила от меня фишку и понесла куда-то в свою структуру, в свою команду. Хотя она просто хотела узнать, чтобы я с ней поделилась секретом. И тут же она, да, через секунду от меня этот секрет сама первую услышала. «Привилегии хорошо». Поняли фишку? Видео-трансляция. Честно скажу, отношусь плохо только по той простой причине, что мы с вами пока еще не натасканы до такой степени, чтобы вести качественные видеотрансляции. Тая, ты молодец, не все просто применяют, но вот ты и растешь. Для начала картинку отправляю, да. Если мне неохота искать картинку в папке, у меня часто бывают преступления, потому что я уже 3 года рекрутирую, да. Я им пишу, здравствуйте, допустим, Алена, рада видеть вас у себя в друзьях. Я занимаюсь поиском бизнес-партнеров для работы через интернет. Компания Фаберлик. Скажите, пожалуйста, интересно ли вам мое предложение. Также в компании Фаберлик есть дисконт, когда вы можете покупать много, платить меньше, да. По сравнению с магазином это очень выгодно. Чинг, все, отправляю. То есть вот такие вот сообщения простые. Могу сообщения отправить, рассказать. Если я вот, допустим, легла, смотрю с телефона, у меня приняли дружбу. Но не вставать же мне обратно компьютер не включать, на телефоне у меня, допустим, картинки нет. В чатах картинок поищу, поищу, но как-то все не мое, как-то все не то. Вы знаете меня, я очень оригинальная. Я возьму сообщение, запишу и все, и отправлю. Да, можно сразу вместо картинки записывать, но картинка, она все-таки лучше. Она все-таки лучше вначале работает, лучше картинка, потом уже аудио, аудио. Да, то есть когда мне говорят, спасибо, нет, не интересует, я уже нажимаю на аудио, говорю, спасибо вам за ответ, если захотите зарабатывать в интернете, всегда буду рада вас проконсультировать по любому вопросу. Все, и отправляю. То есть уже лидер видит мой тон, лидер чувствует, что я уверена в себе, что я зарабатываю деньги, то, что я их не уговариваю, да, то есть уговаривать и приходить в сетевый маркетинг, это, конечно, не очень-то благодарное дело, потому что люди потом вас и обвинят, то, что вы их сюда затащили, то, что вы тут их развели и так далее. Да, я никого не уговариваю. Нет, нет, на нет и сюда нет. Сидите на своей работе по-другому. Акция новичка этого каталога. Девочки, добавьте вот это вот к себе в закладке и знайте, что я всегда тут все меняю. Это шаблон, так, подожди, это шаблоны сообщений, которые я даю своим новичкам, у которых они всегда в закладках. А значит, они всегда обновляются. Вот, пожалуйста. А вот, кстати, текст преимуществ я могу в этот шаблон сейчас вам прямо сразу и поместить после вебинара. Добавьте его в закладки, я вам покажу. Просто там будет перечень преимуществ через запятую. Там не будет красивых высоких речей, потому что я их никогда не любила. Чем вы проще, тем лучше. Ну что, дорогие коллеги, все? Вопросов больше нет? Фишки уловили? Начинаем с вами розыгрыши, да? Переходим в приятную тему. картинки с духами по этой ссылочке проходишь, и там три картинки с Яндекс.Диска проходишь по ссылке, и там какую понравится тебе картинку, такую ты и выбираешь. нож и ножницы мне пришли, но я их еще не забрала с агентского пункта, поэтому я не могу вам про них рассказать. Я сниму вам обязательно видеообзор, как только так сразу, я знаю, что вы ждете, я знаю, что я вам обещала сегодня про них рассказать в чате по продукции, но я вас подвела, потому что по некоторым обстоятельствам не смогла забрать заказ. А никто про них не снимал? Еще обзоры на Ютубе. Что нужно? Ну, чтоб я зашла и посмотрела запросы ваши и приняла вас. Вот что нужно сейчас, приму, не переживайте. Так, что-то у меня нет запросов. Так. Сейчас минутку посмотрю. Хотят присоединиться. Сейчас всех приму, девочки дорогие. Висит немножко, но прямой. Позже. Еще раз ссылку на группу. Да, вот сейчас потихоньку принимаю. Сейчас. Ссылка на группу, пожалуйста. Сейчас идет демонстрация экрана, Олечка. Может быть, кому-то видно ее? Скажите мне, пожалуйста, всем ли видно. Вот вижу, Оля Тарасевич мне написала. Ну, что ж, дорогие коллеги, у нас с вами 120 фотографий. А те фотографии, которые помечены как нечеткие, без регномера, еще что-то. Если такие фотографии мне попадутся, я буду переигрывать приз. Видно, да? Но самое главное, чтобы пять человек видели и видели, что все честно. Итак, по вашим просьбам, я сейчас набираю генератор чисел прямо в поисковике. Так, генератор чисел. У нас с вами сегодня пять человек по 500 рублей. Так, вот генератор случайных чисел. Первый – это реклама. Ага, это прошлый, да, такой у нас был. Итак, смотрим с вами. 120 фотографий. Участвуют, да, значит, участвуют 120 лидеров, которые получили зарплаты в этом каталоге. И поехали с вами сюда. Так, так, а вот количество, значит, 5 человек. Так, диапазон до 120. Вот. И от 0 до 120. Так, по возрастанию пробел. Угу. Все, генерируем. Тадам, тадам. Все сделали пальчик и крестиком. Так, это у нас, значит, 12, 15, 30, 68, 90. Итак, смотрим. 12. Так, 8, 10, 14. Так, вот, по-моему. Ой, вот тут вот. Никуда немножко улистала. Так, 12. Первый, это Фомичев Александр Иванович. Записываю регистрационный номер. Боюсь ошибиться. Потом, да, 708, 774, 439. Поздравляю. Поздравляю. Следующий, это у нас 15. Ну, как-то у нас там. Так, кого поздравляем. Рассохина Наталья Александровна. Эта девушка со мной очень хорошо знакома. Наташечка, поздравляю тебя. Так, значит, регистрационный номер 707-211-598. Вот, кстати, Наталья, как только этот конкурс запустился, так ищем 30, она участвовала каждый-каждый каталог. И я все думала, когда-нибудь, да, выиграет. Когда-нибудь, да, выиграет. Вот сегодня у нее получилось выиграть. Итак, под номером 30 у нас с вами счастливчик Чернышева Юлия Викторовна. Регистрационный номер 706-617-83. Та-дам, та-дам, поздравляю. Далее у нас с вами идет номер 68. По-моему, Чернышева Юлия у нас выигрывает тоже в первый раз. Поэтому аплодисменты. Это в первый раз здорово и приятно. Так, 68. Вы уже, наверное, подсмотрели, да? Так, тоже хорошая четкая фотография. Это Кошкирева Елена Владимировна. С номером 707-302-696. Так, Кошкирева села ошибку. Кошмар какой-то. Так, 90. И число 90. Сейчас мы с вами узнаем, кто у нас под номером 90. 90. Итак, Киреева Анна Михайловна. По-моему, второй раз Анюта у нас выигрывает, если я не ошибаюсь. Отлично. Это уже везение называется. Может быть и путаю. И есть сомнения. 675-939. Киреева Анна. Ну что ж, поздравляю всех, кто выиграл. Да, то есть это у нас 5 человек получает по 500 рублей на свой регистрационный номер. Молодцы. Молодцы, что вы участвуете, что вы показываете пример данным ростом в своей команде. Жукова? Я не то написала? Минутку, минутку. Так, 90. Минутку. Сейчас. Так, 90-90. А, я наставника записала. Так. Вот какие вы у меня умнички. Так, 708-721-374-500 рублей. Ну, Жукова и Александра точно первый раз. Вот какие вы умнички, какие вы умнички. Так. Надеюсь, больше без ошибок. Ещё исправляй. Какая ошибка? Я не там... Как такое может быть? Вместо 14-го, 15-ти смотрела. Вы что? Что у меня сегодня такое за невнимательное настроение? Так, 15, 12, 15, 30, 68 и 90. 12, 15, 30, 68 и 90. Давайте посмотрим. Так. Так, это у нас... Сейчас я быстренько улистаю на 15. Ой-ой. Наташа всё-таки не выиграла, да? Ладно. Значит, Лапина Ольга Борисова. Девочки, спасибо большое. Впредь буду внимательнее. Что-то я сегодня такая счастливая. Это, наверное, после поездок, первый вебинар. И я вот так вот и расслабилась. Так, 705, 425, 271. Ну, даже если бы я ошиблась, то это было бы при вас и всё равно по-честному. Да. Вот так вот. Ну, остальное, я думаю, что всё хорошо. Да, девчонки? Да здравствуй, справедливость. Правильно, Сашечка. Ну, всё. Большое вам спасибо за внимательность. Мне было очень приятно. Огромные молодцы, что... Итак, сейчас мы, значит, войдём с вами в плейлисты Анны Кононовой. И найдём с вами изюминку, изюминку и мой рост. И увидим с вами участников. Значит, у нас с вами, во-первых, идёт пятая изюминка. Так, и Валентину Афанасьевну поставлю на паузу. Да, в изюминке пять у нас с вами сорок участников. Причём, последние участники набрались за примерно за где-то за полутора суток. Ещё примерно 20 человек нам пришло, что, в принципе, тоже очень здорово. Да, как вы видите, участвует очень много людей. Я сейчас их прокручу. Огромные молодцы. Да, то есть тут и Нина есть, да, которая уже выигрывала Рябова. И Катюша Тур. Очень много людей, которые сняли свои ролики реально в первый раз. Что очень большие молодцы. Да, начали участвовать, как вы видите, Ириночка Тихонова, Серебряный директор, тоже начала участвовать. Дети снимают видео. Вот Наталья Прокопьева сняла видео с детками, да. То есть шаги стартовой программы люди снимают, да. Ноль рублей, это по Фоберлик-клубу, скорее всего, девочки взяли. Да, огромные молодцы. И у нас с вами 40 кандидатов на победу. Так, генератор, генератор. Да, то есть у нас с вами 5 человек, 40 кандидатов. И мы с вами генерируем. Та-дам-та-дам. Итак, значит, видео под цифрой 3, 20, 23, 24 и 29. Так, это у нас изюминка. И обратите внимание, как легко в ней участвовать. Какие обычные классные ролики у нас с вами. Итак, изюминка, изюминка. Итак, под цифрой 3 у нас с вами Анастасия Кухаренко. Поздравляем, Настенька, огромная умница. Вот, не зря сняла ролик, не зря его выложила. Так, под цифрой 20 у нас с вами Мария Барская. Это первое ее видео, которое она мне выслала. Под цифрой 23 у нас прячется Татьяна Куснутинова. Не первый раз уже выигрывает. Огромная молодец. Под цифрой 24 у нас с вами Наталья Рыжакова. Вот, под цифрой 29 у нас с вами Ирина Тихонова. Ирина Тихонова, серебряный директор. Ну что ж, всех поздравляю, все молодцы. И переходим. Надеюсь, ничего не перепутала, так и боюсь. Галиночка, продублирую еще раз. Возьмем тебя в изюминку 6. У изюминки срока нет. Поэтому не переживай, раз нету, значит, будешь первым участником в следующем конкурсе уже. Вот, давайте с вами посмотрим быстрый рост. Мой рост, то есть, у нас 10 человек. Это Вероника Якушева, Ольга Огнева, Галина Черкасова, Ирина Тихонова, Оксана Шторк, Мария Барская, Анастасия Кухаренко, Ольга Тарасевич, Ольга Дерябина и Веселова Валентина. Вот, такие вот умнички. Кого не добавили, добавим в мой рост 3. Не переживайте, самое главное, продублируйте. Потому что с поездками очень много, у нас было всяких разных непредвиденных каких-то проблем, еще что-то. И мы просто могли не успеть. Поэтому не обижайтесь, а продублируйте. На то мы с вами и лидеры, чтобы как бы не обижаться, а наоборот брать свой успех в свои руки и добиваться его. Поэтому не обижаться на меня, чур. Итак, так, значит, 1, 5, 6, 9 и 10. Ну что ж, пойдемте смотреть. Так, да-дан, да-дан, да-дан. Так, Веселова Валентина опять выиграла. Молодец, уже не первый раз. Мария Барская. Мария, по-моему, первый раз. Оксана Шторк, по-моему, тоже первый раз. Оксана Шторк. Так, 9, Вероника Якушева, поздравляю тебя, ты умница, очень активная девчонка. И я очень хотела, чтобы ты победила. Не знаю, почему-то очень мне хотелось, потому что ты так стараешься всегда. И Ольга Окунева. Ну что ж, дорогие девчонки, поздравляю всех-всех-всех и прошу ваши фотографии. Прошу ваши фотографии в личку и подпишите мой рост и изюминка. И напишите, пожалуйста, свой регистрационный номер. Потому что у нас, вот, к примеру, выиграла Валентина Веселова. И у нас Веселовых Валентин оказывается на проекте 6 человек. Вот, поэтому я искала именно город Тверкорный и так далее. И так далее очень боялись делать ошибку. Потому что подарки подарить несложно, а структура разрослась. И именно сложно по имени, фамилии найти именно того человека, которому положен приз. Даже иногда можем сделать ошибку. Хотя, с одной стороны, кажется, что вы одни такие. Но на самом деле, даже Ани и Кононовых у меня в структуре 4 туштуки. Вот такое вот совпадение. Да. Молодец, Оксаночка, участвуй. И ты, и твоя наставница собрали сегодня, да, с вашей командой два победителя. Это круто. Это круто. Молодцы. Ну что ж, дорогие коллеги, я вас всех поздравляю. Я вас всех целую. Я вас всех люблю. Молодцы. Я надеюсь, у нас сегодня с вами, с одной стороны, был легкий вебинар. Без каких-то там нравоучений, да. Но, с другой стороны, вы должны понимать, что если в структуру пришло более 2000 человек, это просто работа нашей дружной с вами команды. Это значит, что все равно, какой каталог у вас идет, вы просто прете как танк и не смотрите на периоды. Вы просто стараетесь приводить свою структуру по одной регистрации в день. Да, да, три победителя, да, Алла, три. Три-три-три. Молодцы. Вот те, кто активно участвует, те и молодцы, да. Просто здорово. Итак, всех поздравляю. Давайте еще раз с вами посмотрим тот самый ролик, который меня вдохновил вчера на сегодняшний вебинар, который напомнил мне нашу с вами дружную команду. И всех, конечно же, поздравляю. Сейчас минуточку. Минуточку, минуточку. Надеюсь, что мои слова были сегодня вам полезны. Я вам на самом деле раскрыла очень даже крутую фишку свою, которой пользуюсь всегда. И я думаю, что вы будете довольны ею пользоваться и ваш рост увеличится. Аня, солнечный, спасибо большое. Я как раз три дня назад перестала после Доминиканы облазить. Вот как на солнышке нагрелось. Аня рассказала все, над чем я думаю всю неделю. Очень хорошо, да. Кого-то достала, прям достала. Ну что ж, мотивируйтесь. Всех поздравляю с новыми званиями. Всех люблю, всех целую. А ссылку, так, ссылка, ссылка. Ну вот же, девочки, если поделиться и посмотреть. В верхнем правом углу. Неужели у вас нету ссылочки на этот ролик? Давайте, сейчас, минутку. Вот. Вот, нажимайте на сверху жизнь смеш Полина Гагарина, Егор Крит, команда 2018. Оля, продублируй, пожалуйста. Продублируй. Я что-то пропустила? А, вопросы. Нет. Аня, Оля Дерябина просит принять. Да, Оля Дерябина у нас выиграла три приза, и один приз ушел не ей. Да, было-было дело, мы переводили призы с Белоруссии, и один приз ушел не ей. На самом деле, был у нас такой косяк. Честно признаюсь, честно расскажу. Ну что ж, про Олю не забудем. Олечка, слышишь, не забудем. Сейчас напишу. Так, ну что ж, всем пока-пока. Олечка, просим прощения, если что. Да, всякое бывает. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok